Живи как хозяин. Тема ЖКХ сегодня является, пожалуй, одной из самых актуальных. Что в жилищно-коммунальном хозяйстве и благоустройстве уже реализовано, а что только предстоит сделать, обсуждали в рамках круглого стола в универсальном спорткомплексе Подмосковья. В дискуссии участвовали глава района, представители администрации, общественные деятели. Начали с темы капитального ремонта. В общем количестве в 2017 году у нас запланировано 107 многоквартирных домов по капитальному ремонту. Это по кровле, 34 по ремонту инженерных коммуникаций и 6 по замене лифтов. Текущий ремонт запланирован в 82 домах. Большая часть средств будет направлена на ремонт инженерных сетей и коммунальных объектов. Запланирован огромный объем мероприятий. Конечно, он касается в основном инженерной инфраструктуры. В общей сумме на этот год по Щелковскому району планируется выполнить работу более чем на 700 миллионов рублей. Важной частью работы остается благоустройство дворовых территорий. Согласно указанию губернатора региона, не менее 10% от общего числа дворов ежегодно должны быть приведены в порядок. В прошлом году задача была выполнена полностью. В этом благоустройство коснется 59 дворовых территорий в различных поселениях района. Работы планируется завершить уже к 1 сентября. Приходя во двор, любой житель должен иметь освещенность, озеленение, парковочные места. То есть двор должен быть завершен. Только таким образом мы сейчас работаем по каждому из сформированных дворов. Неотъемлемая часть городской среды – дороги. И в этой отрасли за последнее время произошло немало преобразований – от федеральных трасс до муниципальных дорог. В планах у МОЗ «Автодора» на нашей территории произвести следующие работы. Закончить замену дорожного полотна по улице Центральная – это еще полтора километра новой дороги. Заменить по отчетной стороне улицы Третулар по улице Центральная – также в объеме двух километров. Заменить дорожное полотно по улице Фрунзе – от улицы Неделья до улицы Талсинской. Также заменить дорожное полотно планируется на нескольких участках в центре Щелково, на подъезде к деревне Мизинова и селу Душенова. Кроме того, в рамках круглого стола обсудили темы водоснабжения и водоотведения, озеленения территории и правовой грамотности населения. Каждый из участников мог высказать свои предложения и пожелания. Чтобы благоустройство дворовых территорий, ремонт внутриквартальных дорог и ремонт дорог местного значения проходили комплексно и все-таки сводились. Для того, чтобы не было такого, чтобы дорогу сначала сделали, потом ее разрыли и так далее и тому подобное. По итогам встречи была принята резолюция. В нее вошли 9 предложений, которые касались улучшения качества проживания на территории Щелковского района и оказываемых коммунальных услуг. Дариса Снегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания, Щелково.